Первым на очереди стал краевой центр. Губернатор проинспектировал работу одной из котельных, где ему сообщили, что все теплоносители готовы к предстоящему сезону, а также провел совещание вместе с руководителями города, энергетиками и депутатами. Как доложили специалисты, в Красноярске уже более 90% жилого фонда готовы к зиме. Документы об этом представили более 60 управляющих компаний. Поставка угля и ремонтные работы сетей тоже идут по графику. Уже как было однажды обозначено, что энергетика – это социальная отрасль. И все прекрасно понимаем, что не подготовиться в июле-августе к началу определенного сезона – это дорогого стоит. Поэтому каким-то образом в долг с подрядчиками, даже если есть какие-то определенные проблемы, договариваемся. Но ремонты делаются в графиках тех, которые были запланированы в начале этого года. Особое внимание уделили вопросу расчета с ресурсоснабжающими организациями из-за нашумевшей ситуации с жилфондом. Сейчас в городской администрации создана специальная группа, которая контролирует перевод средств из управляющей компании энергетикам. Понятно, что если у жилищной организации 80% жилищного фонда, для нас это совершенно потусторонний мир. Это как огромный завод оборонный, секретный, где мы не знаем, никто командует, никто управляет. А мы должны знать не только своего уборщика, своего дворника, но мы должны знать и своего управляющего. Уже завтра губернатор проведет селекторное совещание, где о готовности к отопительному сезону отчитаются все главы городов и районов края. Александр Ловицкий, Денис Тимошенко. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова